Здарова всем, ребят, с вами Хилл Хёртс, и это у нас игра The Vagrant. Возможно, я неправильно её произнос, её подогнал Дмитрий. Большущему за это спасибо, просто огромнейшая. Надеюсь, что она путалась с именем. Вот. И что же, давайте посмотрим. Новая игра, первый раз запустил. Посмотрим. Нормальный, сложный, очень сложный. Безумие. Давайте сложный. Мы же жёсткие парни. Тем более, я сейчас в Солден Санкчуаре играю, так что я не думаю, что это прям такой уж сложностью должно быть. Вивиан, какое отношение эта книга имеет к исчезновению моего отца? Эта молодая наёмница зовут Вивиан. Она держит путь туда, где в последний раз видели её отца. Страну под названием Мифрилия. Банджур, мадемуазель. Вивиан такая восклицает, шо такое? Что? Кто ты? Печальное зрелище, одержимость слишком часто приводит к погибели. Как ты сюда попал? Ты не найдёшь ничего, кроме сражений и страданий. Что? Что ты сказал? Ты смеешь мне угрожать? А сейчас танец бури, прими свою судьбу. Максимально пока что непонятно. Так, обучение, передвижение. Блин, как же она лагает. Ё-моё, придётся на полскрин делать, к сожалению. Не-не-не-не, тихо, только не меняй язык. Я тут сейчас полдня мучился. Так, запись. Надеюсь, ты не сдохнешь. Я тебя умоляю. О, нормально. Теперь жить можно. Знаете, она такая плавная, пипец. Ну, ща разберёмся. Угу. Хорошо, поехали. Гоу. Чтобы чё-чё, выпить обычную атаку. Знаете, это реально очень на Солтен Сен-Черри похоже. Провести сильную атаку. Бэм. Заломает чит, я понял. Как же она стонет. Мне определённо нравится эта игра. Чтобы выполнить аппликатор Т. Да, как в Солтен Сен-Черри. Навык. Видимо, навык у меня пока что нет. За этого парня я не могу заехать. Дождите. Что за плекающий звук был? Я же выключил все звуки на телефоне. Странно. Так, навыки. Угу. Импульсный меч. Сюда. Почему он не работает? Я жму Б. Вот. Не знаю, почему. Надо нажать просто. Без понятия, как он работает, ребят. Видимо, я чё-то не просёк. Так, оберите. Прикористалы, запас маны. Угу. Хорошо, спасибо. Обучение прошли. Откуда налетел этот шторм? Я никогда не видел ничего подобного. Я не уверен, что смог выбраться отсюда. Корабль был разорван на часть бушующим штормом. И хотя Вивиан мужественно боролась за свою жизнь, ревущая море выиграла это сражение. Пока что непонятно, но очень интересно. Ля какие у неё эти. Руки. Солнечный свет, разбудивший своими лучами Вивиан, означал, что буря улеглась. Хе-хе. Наконец-то земля охвала небесам, что я не потеряла свой меч. Игра весила вообще меньше гигабайта, по-моему, или гигабайт 100. Оу, пиксельное солнце. На помощь. На помощь. А мне кто поможет? Я всё ещё могу двигаться, хоть и ощущаю небольшую боль при этом. Но мне нужно съесть что-нибудь в ближайшее время. Ну, поехали. Знаете, Сега напоминает. Один в один. На помощь. О, он собирается укусить меня. Он разорвёт меня. Визжит. Опа, босс-файт с кабаном. Почему не раб... Он не хочет бить меня, я не понимаю. Ладно, минус кабанидзе. Спасибо вам, добрая леди. Если бы не вы, я бы, сомневаюсь, погибла, несомненно. Меня зовут Люсия. Я Вивиан. Куда я попала? Что это за место? Конечно же, ты в деревне Брокли. Откуда ты пришла, Вивиан? Ты насквозь промокла. У вас, наверное, много дождей. Это был ужасный шторм. Ты должна была его видеть. Мой корабль разбился и очнулась здесь. Нет ли у тебя чего-нибудь поесть? Конечно, моя дорогая. Это самое малое из того, что я могу для тебя сделать. Ведь ты спасла мне жизнь. Ты потерпела кораблекрушение. Но, похоже, русалки очень любят тебя, раз выназили на наш берег. Так, пожалуйста, следуй за мной к моему дому. С удовольствием приготовлю тебе обед. Я понимаю, возможно, это не тот порт, в который ты хотела попасть. Но ты действительно в Мефриле. И тебе повезло. Наша сторона... Так, секунду. Телевизор не выключайся. Наша сторона намного безопаснее той, в которую ты хотела попасть. Это мне подходит. У меня все равно не было никаких конкретных планов. Брокли, маленькая деревня. Я не думаю, что ты найдешь тут что-нибудь интересное. Я думаю, тебе стоит добраться до Уитона. Это такой огромный город. Я всегда хотела побывать там. Мне кажется, это очень хороший город. Там так много людей живет. Хорошая идея. Думаю, я загляну туда. Вивен, да? Не могла бы ты мне помочь? Можно попробовать. Только пообещай, что никому не расскажешь об этом. Хорошо. Мне правда нужен Уилтон. Но в лесах валится ужасный монстр. Я очень боюсь идти туда в одиночку. Пожалуйста, возьми это золото и помоги мне добраться до Уитона. Почему бы и нет? Я уверен, что смогу разобраться хоть с двумя кабанами сразу. Ох, спасибо тебе, Вивен. Я теперь могу вздохнуть с облегчением. Мне нужно собраться в дорогой лисе. Я догоню тебя. Конечно, встретимся на южной дороге в лесу. Наш с тобой секрет. Хорошо. Так, обучение зелья... Ой, камон, разберемся. На какую кнопку открыть? Или не разберемся? Ага. Противоядие зелья ХП. Вроде все взяли. Голд, Мана. Какая-то такая красотка. Спасибо вам за спасение, моя дочерь. Если я смогу быть хоть чем-то полезна, пожалуйста, не стесняйтесь. Правда, совсем много денег? Немного денег. Сами знаете, я какие тяжелые времена наступлю для всех. Дальше. Хорошо. Ну и не очень-то надо. Да можно пойти? Нельзя, это картин, видимо. Ветка. Ммм, люблю ветки. Так, первый, мать его, этаж. Ну, рисовка приятная, но как-то, знаете, че-то вот как-то... Как будто не дотягивает, что ли. Ну ладно, посмотрим. Обучение нажмите, чтобы открыть карту игрок сохранения босс-цель. Налево-вниз, да, видимо? Ой, нету ножа. Проверим, направо можно пройти? Мне кажется, нет. Ля, какой. Что еще? Одна нищенка по одежке, так точно нищенка. Беду следует по-сторожней. Ладно, ты кто такой пес? Жаль, ему вбукануть нельзя по щам, да, чтобы он понял, кто тут главный? Либо с уровня, так сказать. По идее, нас должна Алисия ждать. Угу. Блин, вот было бы круто, если бы можно было взаимодействовать. Хотя бы как-нибудь, не знаю. Ты какой-то купец. Приветствую тебя, чужая странка, меня зовут Уэдфорд. Я староста деревни Брокли. Прошу, как дома, хорошо. Так, теперь нам вниз. Обучение стрелы. Используя стрелу, Вивиан может перемещаться, сохранить игру. Сейв. Сохранить игру, давайте. Брокли сложно, хорошо. Отмена. Кто такой? Спасибо за спасение моей невесты. Пожалуйста, прости, что я заикал. Это ничего, братан. Все мы... Всякие бывают, ой. Это кто такой? Свиня тут? Зачем тебе свиня, пока нет жены, а? Яйцо, ну-ка, сюда. У, кабаненок пусть живет. Я не думаю, что стоит его убивать. Может, ему нужно помочь? Против насильства мужества. Отцом или сей не хочет? Поговорю, ладно. Гоу, куда? Ой, прости, Кура. Мы попали в... Вверх, но нам нужно вниз. Мне кажется. Значит, идем дальше. Так. А монетки со всех вещей падают. Прикольно. Вау, вот с этой я бы поговорил. У нас самые сочные свежие продукты в деревне. Ух, у нее продукты больше, чем мои. Так, купить. Ничего не будем брать. Чего у нее сломать тут можно? Медный кубок. Наверх нельзя. Ладно, выходим туда нафиг. Блин, прям... Впечатляет. Привет, привет. Пожалуйста, заходи. Да елки-палки. Можно уже как-нибудь дойти до квеста? Блин, это какой-то фетиш, походу. У всех такие эти... Господи, ну что за голос? Ясно, я понял. Я понял, про что эта игра. Даже здесь, господи, игра индюшатина. Есть обычный бег, есть спринт. Разработчики Dressiders Genesis не додумались до этого. Вот эти вот додумались, а те не додумались. Ну вот как бы потом спрашивают, нравится ли мне Genesis или не нравится. Ладно, я не хочу гореть больше, чем это нужно. Можно? Можно. Ух, нифига себе комбинация. Я не знаю зачем, но почему бы не сломать, раз есть возможность. Ну и когда, где эта люсья? Вот. Спасибо, Вивен. Мы наверняка столкнемся с каким-нибудь монстрами по пути, но я не боюсь их пока-то со мной. Я буду держаться рядом. Хорошо, пойдем, красотка. Всегда нажимать придется? А, то есть, не, мне вроде направо, мне вниз не надо. Ты же сказала, будешь держаться рядом, глупенькая. Или это чистая игровая условность? Пойдемте глянем, что там. И как себя будет вести карта, заодно посмотрим. Не, она типа со мной пошла, видимо. Да, отлично. Давайте глянем, куда это мы попали. Мы можем типа несколькими путями пройти, серьезно? Ну, давайте глянем, почему нет. Молчаров, озорный, сюда, иди мне. Look at this dead fucking combination. Так, крысы со всех сторон идут. Понабежало всякого тут. Ну, вроде как, пока что лесные жители не такие опасные, как могли бы быть. Ой, прости, ворона сорока. Нифига себе зарашен на нее. Мы прошли. И в итоге мы оказались сразу, то есть, мы минули одну локацию. В принципе, неплохо, я думаю. Хотя можно, в принципе, и ее зачистить. Крысу опасную сейчас убьем. Вот, чтобы она всякой фигни там не разносила. Блин, вот волк опасный, пес. Что нужно понять, на как кнопку усиляться. Так, волчара, не бей меня сильно. Что-то происходит. Левелап, наверное, да? Бревно. Ну, надеюсь, это не про меня. Было бы неловко. Заодно узнаем, будут ли сохраняться враги. А, я понял, это мана. Здесь какое-то событие, нужно, короче, увидеть их сюда. Болчара такой подождал. Он такой, геройский, чтобы, ну, не мешать лишний раз. Так, это какая-то руда. Не знаю, зачем, но пусть будет. Знаете, неоднозначные ощущения, вот честно. Я долго думал, что же сказать об этой игре. Неоднозначно. Ну, опять же, скорее всего, это будет в рамках ябс-играл. Ну, то есть, одну серию посмотрим, и, наверное, все. Надеюсь, никто не будет в обиде. Блин, они снова все-таки рисаются. То есть, если мы просто ходим из, скажем так, локации в локацию, все противники воскрешаются. Не могу сказать, что это круто, но и не могу сказать, что это плохо. Как бы, в любом, в любом случае мы сможем фармить таким образом, в принципе. Это как бы уже неплохо. Ну, хорош, хрень, сюда иди. Шпинат, серьезно? Как вот из этого может выпасть шпинат? Мне кажется, как-то немножко непродумано, ну, ладно. Привал. Ты должна быть устала после этой прогулки. Все хорошо, у меня есть немного еды, мы можем перекусить. Итак, лисея, ты точно предупредила родителей? Прости, Вивиан, я тебя обманула. Моя мать хочет заставить меня вступить в брак по расчету. Моя настоящая любовь, я решила сбежать в Уитон. О, Алекс, мы скоро воссоединимся. Мой брат дежурит на главной дороге, поэтому я не могла пройти там. Алекс и я решили встретиться на краине леса. Мне очень жаль, Вивиан, я думала, что ты не согласишься, если бы я раньше это сказала. Ты серьезно? Что ты имеешь в виду? Я о том, что ты хочешь покинуть семью, ты правда этого хочешь? Моя мама и брат так рады, что я выхожу замуж со сыном этого кретина Уотфорда. Уотфорд. Как этот идиот стал старейшиной? Алекс всего лишь ученик бедного кузнеца. Моя мать никогда бы не согласилась на наш брак. И я ухожу вместе с Алексом, возможно, со временем они простят нас. Я сожалею только об одном, и я пропущу возвращение моего младшего брата, Кэмдона, из Академии Волшебников. Он такой милый, я так по нему скучаю. Если ты все еще не передумала, то мой меч в своем распоряжении. Мы отправляемся в Уитон. Уитон, навстречу Алексу. Огромное тебе спасибо, Вивиан. Угу. Костры. Градиентов. Приготовить блюдо. Ого. Прикольно. Сейв. Давайте засейвимся. И Скорпу продолжим. Просто основная проблема заключается в том, что пока не было света, я ложился рано, и вот сейчас я уже залипаю просто как черт. А, ну я думаю, мы справимся. Поехали. Жалко то, что они не захотели отрисовать иконку вот этой девушки, которая вместе с нами ходит. Так, мне кажется, было бы намного реалистичнее. Есть какая-нибудь атака в падении, нет? Это как я сделал? Без понятия, ладно. Будем знать, что такое есть. Засада! Бэм! Я думал, эта фигня насквозь врагов пробивает. Видимо, не насквозь. Ну ладно. Музыка довольно приятная. На ветку залезть нельзя. Я пытался. Все мы видели. Так, нам дальше. Реально очень на Сегу напоминает. Не знаю почему, но вот у меня конкретно такие ассоциации. Так, давайте оживем. Два спила лизнем. И развалим этих кротов позорных. Плюс золото. А, мы, короче, с едой хиляемся, я понял. В принципе, постоянно бэкграунд меняется. То есть у нас какое-то еще время мы должны подождать, перед тем, как сможем действовать после того, как лежим на полу после того, как лежим. Так, без руды, конечно. Парша. Самое неприятное, что они с разных сторон постоянно появляются. Это немножко дезориентировать. Не то, чтобы прям сильно, но немножечко. Мешает восприятию. Масло, хилочки, ага. Лук. Жаль, нету каких-то стрелятельных штук. Что-то не так. Тут пахнет смертью. Осторожно, лисия. Алекс, захранят нас в небеса. Надеюсь, ты в безопасности. Пошли. Лисия. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Этого не может быть. О-о-о. Алекс, любовь моя, кто мог сделать это с тобой? Этот меч, я узнала его. Этот меч моего отца. Тот самый, которым так жаждал завладеть мой брат Вилли. Кажется, моя семья положила конец нашему с тобой плану, мой милый Алекс. Прости, Вивиан, но мое путешествие заканчивается здесь рядом с моей любовью. Прошу тебя, отнеси это, ожерелье моему отцу и скажи, что твоего дочь мертва. Лисия, я не думаю, что это мудрое решение. Да, возможно, ты права, только позволь мне побыть с моей любовью еще немного. Немного подольше, ты можешь вернуться в деревню по главной дороге. Не переживай за меня, со мной все будет хорошо. Лисии больше нет, она мертва, но я буду жить. Она успокоилась, но, похоже, с ней не все в порядке. Мне пока не стоит ее трогать. Хорошо. Так, и нам куда вернуться? Нам по главной дороге на... вроде как лево. Раз налево, значит налево. Здесь даже парьер. Завязочка интересная. Хотя, по сути, индишатиной, индишатиной. Так, интересно, что в деревне у нас будет? При помощи что-то новое. Криса, давайте я в углу зажмусь и буду спамить квадратик. По-моему, это залог победы. Как бы кроме шуток, это реально работает. Так, кристаллик сюда. О, тортик с угольком. Ммм, вкуснятина. Лакшери боров. Смотри, какой опасный. Я какой. Я немножко не в ту сторону спел и выкинул, но бывает. Так, давайте уверенно этого борового развалим. Минус пёс. Двигаем дальше, так сказать. Кто? Спаржа. Нам сюда надо. Я хотел сказать, нафиг мне надо. Но, видимо, надо. И мы уже, в принципе, на прямки почти в деревню добрались. Не, знаете, интересненько. Монстр, стой. Стой, где стоишь. Умоляю тебя, пощади. Оно здесь. Жениться души здесь. Мы все обречены. Так, жениться души, это что-то нехорошо. Давайте в склеп зайдём. Чё это? Угу. Я только так умею открывать. Так, снаряга. Оружие. Бывой меч. Браня. Я же новую сейчас получу. Регипировать. Да, хочу. М-м-м. Назад. Новики. Способности. Ух, тут даже прокачка есть. Офигеть. Я не думал, что тут настолько всё глубоко. Ладно. Топаем дальше. Давайте босса уже, что ли? Я готов развалить его щи. Ну, её щи. Раз зомби сказал, что жениться душ. Плохо то, что ништяки не притягиваются. Бэм-бэм. Две комбинации. И отпевайте этих позорных существ. Блин, как он внезапно прыгнул. Нужен меч, который будет лучше станочек противников, я думаю. По-любому такой должен быть. Сюда можно зайти? Нельзя. Значит, топаем дальше. Так темно, непонятно, но очень интересно. Шо? Жалость какая. Демон, что ты здесь творишь? Ах, ты можешь подойти. Прими мое испытание смертью. Их слишком много, но я не сдамся. И похоже, что они тоже. Бэм сюда подошли. Что за атака? Что за ногу? А как я должен был успеть задоджить это? Меня убьют. На какому-то могу похиляться? Сейчас. Система, настройки. Клавиатуру. Геймпад. Атака, сильная атака. Перекат. Следующее зелье. Репет зелье. ЛТ. Ухилка мало хилит, кстати. Я, наверное, не одолею. Может, тут надо рифнуться? Ну, прям максимально неочевидные атаки. Что происходит? Мне кажется, она должна меня была убить. Жениться душ. Я проиграла. Я слишком устала, чтобы продолжать бороться. Но я не могу поверить, что это конец. Ты оказалась недостойной, но душа твоя сможет насытить меня. Это же из-за целса, демон. Именем Вирайда. Говорит по-магически. Повинуйся мне. Гори в огне. Бэх, красивые эффекты. Тебе повезло, чудовище. Немногим удавалось поднять руку на ведьму из Вирайда. Этот жалкий сосуд себя исчерпал. Но у тебя, ведьма из Вирайда, у тебя отличный потенциал. Я выбираю тебя своим сосудом. Что такое? Заклеймили ее, да? Зеркальное проклятие. Как ты смеешь. Но ведьма из Вирайда, оно ни по чем. Жалость какая. Это мы еще посмотрим. Ха-ха-ха, ты моя. Оно, оно ушло. Кажется, у нас есть выжившие. Кэдмен. Кэмден. Отнеси ее в дом. Это брат вроде. Той девушки. По-моему. Блин, прикольно. Все еще сюжет. Вам полегчало? Да, спасибо вам. Я Холбурн, ведьма из Вирайда. Я удивлена тем, что вы так долго сдерживали натиск этого демона и ее приспешников. Кто вы? Вивиан. Нет ничего удивительного. Я простая наемница. Наемница, говорите, возможно, вам стоит подумать о новой работе. Но как вы? То, как вы обращались с мечом. Это намного искуснее того, на что способен обычный наемник. Это просто взмахи мечом. Так кто угодно может. В самом деле. Эти простые взмахи очень похожи на рунное мастерство и оно подвластно далеко не каждому. Я слышал, что рунное мастерство использует особые камни, чтобы вытягивать ману из окружающих вещей, что идеально подходит для схваток с колдунами. Я тоже слышал такие сказки, ими хвастает каждый приключенец. Но я пользуюсь своими навыками фехтования исключительно, чтобы заработать хоть немного деньжат. Ничего подобного. Ну, конечно, ничего подобного. Мадам, что это была за мерзость? Мы должны выследить ее и уничтожить. Вивен, позволь мне представить своего молодого ученика. Это Кэмден. Бедный Кэмден. Я знаю, ты жаждешь мести, но это мерзость не простой демон. Его так просто не изгнать отсюда. Проклятие. Боюсь, что если мы встретим его снова, то у нас мало шансов его одолеть. Но не печалься. Мои заклинания должны были тяжело ранить его. Думаю, это заставит его надолго залечь на дно. Хотя его проклятие может поглотить меня в любой момент. Мне следовало его убить. Мадам. Не бойся. Верает так легко не осквернить. Что это была за штука? Похоже на зеницу ждущ. Ее часто видели бродящие по проклятым местам вроде Мифрелия. Но что ей было нужно в этой глуши? Последнее поколение колдунов создало каменный оберег для охраны этих мест от зла. Как же зло смогло оказаться здесь? Каменный оберег это тот, что стоит за деревней? Именно так. Ты его видела? Да, там был убит человек, а его кровь окропила этот камень. Значит, каменный оберег был запятнан кровью. И его магия испаряется. Моя сестра единственная, кто пережил то нападение. Но с момента своего возвращения она ни слова не проронила. А ну говори, вторая странница. Что ты знаешь об этом? Камдон, веди себя прилично. Тебя не к лицу грубить. Я должна извиниться за поведение своего ученика. Мисс Вивиан Кадман, немного извинись. Немедленно извинись перед леди Вивиан. Хм. Не могли бы вы рассказать нам подробнее о нашей текущей ситуации, мисс Вивиан? Вивиан рассказала Харван и Камдону о том, что произошло. И это ты во всем виновата. Успокойся, Вивиан, здесь совершенно не при чем. Похоже, что Вилли убил Алекса, и кровь молодого любовника окропила каменный оберег. Камень одерживает зло, но не изгоняет его. Все это время оно росло. Несмотря ни на силу камня, на силу камня ждало своего часа. Пролитая кровь впустила зло, а теперь мне все ясно. Мисс Вивиан, не будете ли вы столь любезно указать мне услугу? На данный момент я довольно сильно занята своим проклятием. Будет лучше, если я пока прогляжу за ним, ведь оно может забрать меня в любой момент. Мне как это не смешно не обойтись без чужих рук. Разумеется, вы можете рассчитывать на ответную услугу за оказанную помощь. Уверена, что у вас тоже есть проклятие, которым вас наградили во время ваших странствий, не так ли? Я хочу сказать, что работая вместе, мы смогли бы положить конец нашим проклятиям. Для начала нужно восстановить силу каменного оберега. Насколько я понимаю, рядом с этой деревней когда-то произошло крупное сражение. Было бы здорово, если бы вы смогли применить свои таланты наемницы против военачальника нежити и получить от него темный кристалл. С силой этого кристалла смогу установить оберег. Таким образом мы сможем избавить от проклятий нас самих и от святое место. Господи, сколько диалогов. Просто... просто уписаться можно. Надеюсь, у меня точка интереса есть. Алекс, мы будем с тобой вместе до самого конца. Ты в порядке, Лисия? Теперь они что-то не различить нас, бедная Лисия. Держись, вы дальше от моей сестры. Да, это ее братец. Так, нам теперь получается максимально направо. Брата этого нет, все равно. Ну, погнали. Why not, собственно. Сейчас собаки с утолой будут слева-справа нападать, но мы не боимся, потому что мы что? Мы жесткие. Правильно, правильно. Стоп, можно его сбить? О, смотри, сколько хавки выпало. Так, режем болчар позорных. И кабанов позорных. Силовой. Блин, пока силовая атака зарядится, три дня пройдет. Хорошо, что еды много падает. Как бы это здорово. Почему ништяки не притягиваются? Было бы очень удобно. Ну, тем не менее, имею что имеем. В склеп я не хочу идти. Я не понял, что там интересного. Спаржа. Ну, в принципе, да, в бочках спаржа и растет. Насколько мне известно. Кто-кто-кто? Ваничка какая-то медная? Без понятия, что это, но очень интересно. Крис и сутулы сюда подошли. Что убегают? Хитрые какие. Немножко яичек, немножко медных кубков. Пригодится. Так, теперь до упора направо получается. Сюда нам не нужно вроде бы, правильно же? Да, нам дальше направо. Это вроде тот самый берег. С ним взаимодействовать нельзя, я попробовала. Да, здесь барьера нет. Раньше он был. Хорошо. Можно пойти направо, но давайте, точнее, наверх. Мы сначала до упора направо сходим, а там уже будет виднее. Возможно, где-то будет тупик или еще что-нибудь на то похожее. Центр Мифриилии. Не уверен, что нам туда нужно, но почему бы и нет. Какой-то, кстати, синий волк, голубых кровей, волчава. Элитный, наверное, волк. Быть может, стоит использовать какие-то суперские комбинации, которых я еще не знаю. А, то сюда нельзя. Ясно. Значит, возвращаться два раза налево и потом вверх. Понятно. Хотя бы хорошо, что игра раньше не пускает туда, куда не нужно. Это удобно. Ну и дойдясь направо. Так, наконец-то, скелет. Нам же сказали, что здесь главный будет какая-то нежить. Поэтому мы делемся здесь со скелетонами. Слушайте, можно просто силовой атаку спамить, и он даже никогда не встанет. Как же она нагибается, когда бьет, ё-моё. Заряженной атаки вроде нет. Ну, либо я не нашел. Так, здесь у нас кемпфаер. Сохранить игру сюда, да. Как же быстро сейвится, кстати. Очевидно, вверх. А, стоп. Так это еще не босс. Я думаю, это уже к боссу дорога. У-у-у. Узачаровать снаряжение. Потом. Пока что пойдем к пешочкам. Так, что за колдун мать его? Какие-то опасные ребята, но выглядят они очень опасными. Хотя мы развалим. Я думаю, не так их роняли. Блин, нифига себе, кстати. Очень много интересных новых противников стало появляться. Ворона бы развалить. Бесит меня. Что, собака с отулой долетался? Так, нам направо вниз. Подождите, а мне же... Мне к вопросику, я помню точно. Мне кажется, я не ошибаюсь. Блин, тортиков нападло. Офигительно. Эту штуку можно сломать? Да, это какие-то старые мечи поломанные. Почему врагов нет? Это странно. Хоть я и не эксперт. Какие-то суперские зелья. Это просто чайник называется, лол, забавно. Я не знаю, здесь рандомно враги спавнятся или стабильно. Вот, в этом плане есть вопросы. Так, здесь дорога направо и вниз. Нам вниз. На босса, так сказать. Какие-то демонюги позорные. Буэм, сюда иди. В принципе, всех прям. Хорошо, что типа слэша так работает. Ага, вот наконец-то и какой-то бронированный ядька подошел. Наконец-то сложности. Нету маны, чтобы выстрелить. Так, как с этим господином драться? Мне кажется, за него нужно. Нет, не могу. Лола, как его бить-то? Что за атака была? Без понятия, как она... А, нужно пробивать силовую атаку. Я тупанул. Нифига. Очень много ударов нужно бить, чтобы пробить. Два удара. Раз. Два. А, он разбивается, мы его убиваем. Ты смотри, как доджик просто как черт. Надеюсь, третьей волны не будет? Отлично. Это было уже сложнее, причем намного. Так, но нам же не вверх, нам вниз. Наверное, вот сюда. Немножко бесит то, что непонятно, где вверх, а где вниз. По факту он нарисован вверх, но пойдем мы вниз. По сути. Что это такое? Ну-ка сюда. Конечно, войти, е-мое. Бэм. У меня какой, кричит. Левел 20. Наверное, я для него маловат. Блин, мне так очень клево. Вот это боссы, которые по урону, да? А ничего, что я сложно выбрал. Ребят, ничего, что я сложно выбрал. Ладно. Как бы это же... А он урон мне вообще не наносит, понимаете? Я танкую просто как черт. Просто не ощущаю, и все. Ладно, это было вообще не сложно. А, окей. Так это еще не все. Не понял. Типа, его добить еще нужно? Тогда зря я выделывался. Что-то я не понял. Это сложнее, чем я думал. У него три полоски хп, это сейчас не шутки? Подождите. Если это не шутки, это бред. Зачем делать такого легкого босса, и настолько что-то нифига непонятно много полосок хп? Тогда зря я выделывался. Он меня еще и победит, скорее всего. Так, у нас есть кулдаун. Да, реально, охренеть. Это же безумие, ребята. Разрабы, зачем вы это сделали? Это же очень странно. Я не знаю, может, я, конечно, что-то не шарю. Но, как по мне, очень странное решение. Хм, ладно, интересненько. Очень необычно, но очень интересно. Вроде задоджил. Что-то я сразу не заметил, что у него миллиард полосок хп. Сейчас мы выроняем. Максимум гипса пытаемся внести. Пока не поздно, пока он тут загнувшийся лежит, стоит. Всякие силовые атаки сюда. Не успел. Дашь хрят, я не буду, мне кажется, заваливать так. Успел задоджить, красавчик. Себя не похвалишь, никто не похвалит, ребят. Блин, вот поджог пока что самое опасное, что со мной делали, по-моему. Кто бы что ни говорил, достаточно витомично все выглядит. И в целом весьма интересно. Блин, прям быкуют, смотри, влютуют. Психанул бы, Сара. Почему я горю? Блин. И эффекты горения негде нет, просто горит персонаж, и все. Это бесит. Сюда, осторожненько, не умираем. Блин. Он... Его не остановит, вы знаете. Главное, на бомбы не попадаться. Раз, два. Они с задержкой взрываются, понял, запомним. Блин, что творит. Просто они гилей так делают. Хорошая атака была, нужно было дамажить. Давай, 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 дожмем, дожмем, дожмем еще. Я химюсь на всяк случай. Раз, два, три. Три задержки. Блин, отдай его уже бить. Давай, давай, идем удар. Ну, убей, красотка, молодец. Так, держи. Очень плотные боссы. Генерал дали достижение. Вы нашли темный кристалл. Ну-ка сюда. Так, мало лута. Стихийный урон. Так, это уже интересно, сюда. Так, снаряга, оружие. О, май, атака. Блин. Давайте, я не знаю, что это, но... 110. А что улучшается? Зачаровать. Пусто. Без понятия, что это. Ой, я... Как-то вообще клевым стал, да? Без понятия, что-то, короче, клевым сделали. Ладно, интересно. И теперь нам куда? Теперь нам нужно вернуться на вопрос. Ладно, давайте посмотрим, насколько интересно будет процесс возвращения происходить. Если такое можно как бы вообще назвать. Я думаю, что-нибудь новое-то может произойти, правильно? Так, нам еще раз налево, потом вниз. У костра засейвимся обязательно. Не, в принципе, игра вполне себе имеет право на жизнь. А что с уроном? А, ну вот молнией больше стало. По-моему, у этого меча немножко больше скорости атаки. Чисто визуально. По-моему, полегче стало, да. Это у меня ошибка. Интересно. Ну, блин, опять же, прохождение сводится к тому, что я тупо закликиваю врагов. Ну вот, буду откровенен. Может, я, конечно, что-то не понимаю пока что, но, по-моему, все вот предельно очевидно и ясно. Так, теперь нам вниз. Блин, кто на том, аж, пёс? Не пойму, есть ли у молнии какой-то еще пост-эффект или нифига, по-моему, нифига. Надо, наверное, не стесняться мечи сразу улучшать на максимум. Так, главное не пройти дорогу вниз. Вот это она. Да, десейв. Сохранить игру, перезаписать, готово. Поехали назад. Теперь налево, ну, здесь просто до упора. Вот так. И еще раз до упора. И посмотрим, что произошло с этим с камнем. Пафосный переход. Так, прекрасно, отличная работа, мисс Вивиан. Че так ярко-то? И как могло такое неизменное проклятие так осквернить это священное место? Низменное. А теперь ваш черед, мисс Вивиан. Что? Вам больше не надо скрывать свою истинную сущность. Я знаю, кто вы. Хранительница Рун. Черт. Интересно, скольких учеников Академии вы погубили и сколько пощадили? Но теперь это не важно. Ах, аррр. Я не могу пошевелиться, я полностью обессилела. Вы ничего не сможете сделать, хранительница Рун. Я наложила на вас заклятие. Вы теперь в моей власти. Если вы откажетесь мне повиноваться, я покончу с вами в одно мгновение. Честно говоря, мне плевать на дружков из Академии. И ничтожная хранительница Рун не помеха для меня. Но я могу получить солидную награду за хранительницу Рун, живую или мертвую. Что ты хочешь от меня? Давай сделку. Хочу, чтобы ты нашла кое-что для меня. И если ты мне принесешь то, что я хочу, заклятие будет снято. После этого мы будем в расчете вам. Вы больше не услышите обо мне, а я сохраню ваш секрет. Никто не должен знать о вашей истинной сущности хранительница Рун. Так что договорились? Конечно, ёпта. Да, да, да. Слова, похоже, у меня нет выбора. Сделаю все, что ты скажешь. Наемница знает свое место. Отлично. Кэмден. Ты будешь сопровождать мисс Вивиан на время ее поисков. Как только она найдет то, что мне нужно, немедленно свяжись со мной. Еще кое-что, мисс Вивиан. Если вы сделаете хоть что-то, что я сочту грубым или приму за попытку бегства... Кэмден немедленно мне об этом сообщит. Пока достаточный артефакт, который вы ищете, называется Браслет Зои. Вам нужно найти ведьму Тол-3, чтобы выяснить подробности. С этой картой они хлопают и одни хлопают, но думаю, вы с ней совладаете, мисс Вивиан. Мадам. Кэмден, помню о том, что я сказал о тебе. Если тебе покажется что-нибудь не то, скажи мне. Удачи, мисс Вивиан. Как-то так, ребята. В целом, интересная игрушка. Большое спасибо за подгон. Вот. Пишите, что думаете. Вот. А я почитаю, и мы решим, что делать с этим дальше. И еще раз огромное спасибо за подгон. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно. Если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки. Также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхерц.